Пророчество преподобного Серафима Вырицкого Придет такое время, когда будет в России духовный рассвет. Откроются многие храмы и монастыри. Даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго, лет на 15. Потом придет Антихрист. Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне. Но не только это. У них работают трезвые и трудолюбивые люди. А у нас такое пьянство. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят. А потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России. И отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы. А Сибирь китайцы. Которые станут переселяться в Россию. Жениться на русских. И в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Восток будет креститься в России. Весь мир небесный молится о просвещении Востока. Многие страны ополчатся на Россию. Но она выстоит, утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествует Священное Писание, и говорят пророки, станет причиной объединения человечества. Люди поймут, что невозможно так жить дальше. Иначе все живое погибнет. И выберут единое правительство. Это будет преддверие воцарения Антихриста. Юрсалим станет столицей Израиля. А со временем он должен стать столицей мира. Потом начнутся гонения на христиан. Когда будут в губь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых. Так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступает царство лжи и зла. Будет так тяжело, так плохо, так страшно, что не дай Бог дожить до этого времени. В самые тяжелые времена удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвязаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Божия к молитве непрестанной. Очень любил старец молодежь. В то время молодые люди почти не ходили в церковь. И он так радовался, когда они приходили к нему. Старец говорил об огромной роли молодых в будущем возрождении церкви. Он говорил, что наступят времена, где уже наступают. Когда разращение и упадок нравов молодых достигнут последних пределов. Почти не останется нерастленных. Они будут считать, что им все дозволено для утворения прихоти и похоти, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании и банды, воровать, развратничать. Но придет время, когда будет глаз Божий, когда поймет молодежь, то так жить дальше невозможно. И пойдут к вере разными путями, усилится тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую жажду к духовной жизни. Многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих. Тогда пойдут молодые в паломничество по святым местам. Славное будет время. То, что сейчас грешат, так горячее каяться будут. Как свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь в церкви. И это время близко. Сколько Господь дал благодати России. Какие леса, озера, реки, недра земли богатые. Но живем мы без Бога. А земля, она мать. Она нам хлеб дает и жизнь. Враги наши и богоборческая власть долго не дадут людям возвратиться к земле. Можно и накормить всех, и все устроить, но врагам невыгодно. Им страшна Россия возрожденная. И все же Россия будет жить от своей земли. Спасение миру от России. А Петербург станет духовным центром страны. Еще будут великие события в России. Открытие и прославление мощей в Петербурге. Радость великая для всего мира. Вылиться будет местом паломничества. И откроет здесь монастырь. Личные человеческие немощи не могут отнять благодать и рукоположение. Во время совершения таинств священник является лишь орудием в руках Божьих. Все таинства невидимо совершает сам Христос. Какой бы ни был батюшка грешный, даже если ему уготовано в огне гиенском гореть, только через него мы можем получить разрешение от наших собственных грехов.